Микс Ньюс Здравствуйте, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость нашего сегодняшнего Разворота, глава движения или организации «Город для людей» Марис Йоновс. Здравствуйте. Добрый день. Да, мы в первую очередь поговорим о Риге, естественно, «Город для людей», организация, которая занимается проблемами, развитием, прочими делами, связанными с нашей любимой столицей. И вот 4 января было такое достаточно знаковое событие, оно было анонсировано еще в конце прошлого года, Мариге об этом сообщил, что каждый месяц в порядке эксперимента столичные власти будут перекрывать для автомобилистов участок одной из центральных улиц. Первый, в первую очередь этот эксперимент был проведен на улице Тербатес. 4 января, я уже сказал, в субботу перекрыли участок от Стабу до Элизабетес. На день буквально, да? Всего лишь на день? Да, 10 часов. В принципе. Ну, да, многие уже, наверное, видели, многие и побывали, я сам там был, многие видели фотографии. В принципе, с погодой повезло в этот день, и людей было, так вот, по ощущениям, что называется, достаточно много. Как вам? Какие ощущения? Погода, конечно, была не майская, но... Ну, и не май месяц на дворе. Да, да, но... Да, дождя не было, там, под вечер, там, немножечко снега, там, было видно, ну, иногда смотрел, что это такое у меня на куртке, а, снег. Холодно, если бы, ну, там, весь день быть, я там был 7 часов, общался с людьми. А, вы провели весь день, да? Да, да, конечно, я хотел это, ну, видеть сам, не по наслышке, не по фотографиям, а быть там, потому что я представлял организацию, разговаривали с бизнесменами, которые там на улице, или с людьми, которые там живут, с людьми, которые пришли, с людьми, которые проходили, спрашивали, что это вообще такое, почему, с туристами, так что очень интересный, насыщенный день. И, да, я был удивлен тому числу людей, которые пришли, просто пришли погулять. Да, там были, которые просто, ну, и в другой раз там ходили бы, потому что это их маршрут, но очень многие пришли действительно сюда погулять, чтобы спокойно, без машин, не опасаясь за своих детей, чтобы можно их там пустить, пусть бегают, там, прыгают по лужам, едут на своих маленьких там самокатах и этих балансовых велосипедах и маленьких велосипедов. И дети не позволяли родителям уходить домой, увы, увы, это по всей длине этого закрытого для машин отрывка улицы, 650 метров, только одна единственная скамейка. Ну, это во всем центре города такая проблема, что негде сесть, так что родители там стоят, 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 ну, и в конце концов вытаскивают детей, если там было куда присесть. Туда присесть, тогда, наверное, люди там подольше находились и так быстро не уходили. Летом, конечно, были бы уличные кафешки, которые там есть каждое лето, но могли быть бы эти уличные кафешки или просто там столы и кресла и в субботу, но потому что были там праздники длинные и потому что, ну, порядочные у нас предприниматели не знают, что надо подавать бумаги, бумаги рассмотреть это две недели, даже не две недели, а, кажется, там, 10 или сколько там, рабочих дней, так что, ну, в принципе, это было невозможно легально сделать, хотя Рижская дума была готова и, ну, побыстрее это все с бумагами разобраться, но получилось так, что якобы ничего особенного на этой улице не было, но народа полно. Но эта инициатива была, она исходила от вашего движения города людей или это Рижская дума вообще изначально откуда пришло? Очень-очень совсем старая, старая идея. Приходили люди, которые рассказывали, о, почувствовал себя как в молодости, когда тут вот в 80-е были такие дни, когда тут, да, машин вообще-то в городе было мало, но вот тогда не пускали машины, там торговля была уличная, да, вот оказывается, что было бы это в 80-х, и что такая идея, что вообще эту улицу сделать пешеходной уже, да, уже за 40 лет этой идеи, и там... Просто людей было намного больше в то время, в 80-е это вообще пик населения для Риги и для Латвии. Да, это было много, и в центре города как таковом было, даже сравнить невозможно, сколько людей тут было, потому что... Ну да, коммуналка, потому что в каждой комнате жила по семье, а сейчас там может быть одна семья на 5 комнат, и может быть там по 10 комнат вообще без людей, потому что, ну, квартиру купили, а тут не живут. Но, да, идея очень старая, и через там, не знаю, 10, там 5, и все время как-то поднимается, но никто, ничего, в принципе, последние вот года, никто ничего не делал, чтобы это осуществилось. То есть нужно было Олегу Бурову сеть в крестном мэра? Да, наверное, да, может быть ему, потому что, ну, сейчас, якобы, наверное, ему нечего терять, и он уже даже перед тем, как стал мэром, когда был исполнительным полномочиям, и уже с весны мы с ним очень много общаемся, про очень разные вещи, он слушает, вслушивается, спрашивает, звонит или сам, или там подталкивает там своих, чтобы позвонили, спросили, что, как, я там вот не понимаю, как, с чем там разбираться, и это продуктивно, это продуктивно, это вот только сейчас улица Тербот, это было очень-очень быстро, было совещание в ноябре с городом для людей, с обществом центр, окраины центра, и с Вестером Целменьшем, и сели за стол, говорили, вот что такое мы можем сделать быстро, дешево, и чтобы что-то пошло вперед, и это была одна из идей, и взяли, и просто взяли, и сделали. Нам можно написать в WhatsApp, я радиослушателям напоминаю, по телефону 2306191, или позвонить прямо в прямой эфир по телефону 672 12 93 9, или 672 13 93 9. Вы, наверное, заметили, в первую очередь, по соцсетям, это, наверное, традиционно для вот этого пространства, что все-таки были и скептики, и недорабожелатели, их достаточно много было, но это такая традиционная история, да? Конечно, я не знаю, как тут у вас там, как тут у вашей, там, курилкой или комната, там, кухня, где у вас там, ну не знаю, что одна из ваших журналистов, Женя, тоже написала, и кажется, она сама там не была, и кажется, это самые яростные комментарии из тех, которые там не были, не видели, и только по наслышке. Я смотрел тоже, вот, что кто там снимал, фотографировал, что пошло в медиа, и очень интересные репертажи. Конечно, это неоднозначно, и предыдущие правители города хорошо понимают, что это не будет однозначно, что вот, вот сделаем пешеходную улицу, и все будут довольны. Конечно, я знаю, что будут и недовольны, и никому не было смелости сделать хотя бы такой вот маленький шаг на 10 часов, в субботу, после праздника, когда вообще там ничего в городе не происходит. Да, надо немножечко смелости, поступок маленький, но смелый, и очень успешный. Медиа, которые пришли, они пришли там в 10 часов утра, когда еще, ну, действительно там никого не было, люди еще спали уже к 11-12, уже там была полная улица людей, и тогда интересно, что когда медиа опрашивали торговцев в 11 часов утра, ну, конечно, там никакой большой разницы там нету по сравнению с нормальной субботой, а когда уже мы опрашивали тех же самых продавцов уже под конец дня, там в 3-4 часа дня, тогда уже получается, что да, там в кафешках и книжном магазине удвоился оборот. Глава организации города людей Марис Йоновс у нас в гостях, мы обсуждаем эксперимент по перекрытию улицы Тербатес, участку улицы Тербатес для автомобилистов, в прошедшую субботу, напомню, это произошло, но вот с позиции скептиков нам тоже все-таки нужно это обсудить, тоже как бы есть, потому что и такие мнения, и главный вопрос, который возникает, как я вот понял, у этих людей, это зачем? Зачем вообще это происходит? Для чего нам необходима пешеходная улица в центре города? Центр города вообще уже пора меняться, потому что то направление, в куда город пошел, уже, не знаю, там 10 или 20 или даже больше лет, это тупик в никуда, и мы уже, в принципе, уже дошли до дна. В чем это проявляется? В том, что в центре нет людей, нету, если там в 6 часов, в 7 часов вечера пройтись, там даже по якобы живой улице Барона, посмотреть наверх, там квартиры пустуют, очень много пустых магазинов. Нет, они не живут, вы имеете в виду? Они там не живут, потому что, конечно, те, которые сдают эти квартиры, хотят содержать свое имущество и, может быть, даже что-то заработать, но это невозможно, если первые этажи пустуют, там кафе, ресторанов и так далее нет, и если дают в аренду, то очень дешево, это не может содержать дом, и тогда и людей нету, а если людей нет, то кафе не открывается, это такой замкнутый круг, из этого круга надо выскакивать, и другие города мира это довольно успешно делают, и не надо даже далеко смотреть. Это Вильнюс, это даже Далгопилс, где есть пешеходная улица, та же самая Юрмала, та же там Кулды, Гавенспилс и так далее. Если с Вильнюсом нет, с Далгопилсом, может быть, быстрее, мы можем Старую Ригу тогда взять, тоже сказать, что там есть пешеходная улица. Старая Рига, да, можно так сказать, но каждый, кто там был, сам знает, как там ходить, когда первую часть дня микроавтобусы подвозят там все, что возможно, и там даже один конверт или один маленький ящичек, но везут до двери на микроавтобусе, там машины мусор убирают там днем, ну и потом остальной день все равно там все там ездят, кому не лень. Якобы пешеходная зона, даже не пешеходные зоны, а жилая зона, как там любой двор, ну и как, те же самые проблемы, что в Рижских дворах, те же самые там и в Старом городе, что надо пихаться через парковку, это не пешеходные улицы, это не пешеходные зоны, это, ну, там, беспорядок и не очень там приятно. И Старый город, это, да, одна часть города, которую надо сделать лучше, она для туристов, но надо и развивать другие части города, в том числе и центр, одну улицу или несколько улиц, там каждую по-разному, все по-одинаковому, но также и в окрестностях, ну, нужны места, где люди могут выйти из своих квартир, спокойно прогуляться, встретить своих соседей, встретить других людей, пообщаться, поговорить. Ну, это, ну, не надо из Чекрукаунса или из Имманд ехать в Старый город, чтобы погулять, людям нужно, ну, нужно что-то и поближе, и не надо пихаться туда, где туристы, можно просто, чтобы было приятно выйти из дома. И для этого этому может поспособствовать пешеходная улица? И это было видно в субботу, что, да, те, которые, я очень много знакомых, и не лично знакомых, но там вижу, о, там, знаменитости, и там, ну, я не стесняюсь, я подхожу и разговариваю, и, оказывается, да, они живут в центре, и да, может, там, сами бы не пришли, но дети вытащили из дома пойти там, просто побегать, походить по улице, и город, на город посмотреть другими глазами, почувствовать его другим, потому что тишина, можно слышать, что люди говорят, можно перейти улицу, если там увидишь кого-то, с кем хочешь поговорить, или увидел магазин, не надо идти до перекрестка, там, ждать, переходить, идти обратно, потому что ходишь свободно, чувствуешь себя свободно, и чувствуешь безопасно, даже когда там еще почти весь день ходили троллейбусы. Вот я хотел сказать. Там самый час пик, когда мы подсчитывали, там, когда улицу проходили около двух тысяч людей, две тысячи в час пешком, тогда Рига Сатексман решил, что все-таки, ну, лучше не надо там с троллейбусом, и отпустили троллейбус по другому маршруту. А прямо вот в этот день? Рига Сатексман наблюдал в этот день, тоже стоял? Да, 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 ну, там был водитель троллейбуса, и рядом с ним сидел еще один человек, который смотрел, да, чтобы все было безопасно, и смотрел вообще, ну, что происходит, как это происходит. Сами водители даже смотрел в двух передачах, там опрашивали, говорят, нет, все хорошо там, ну, едем медленно, но все хорошо, очень приятно, интересно смотреть на людей. Ну, Рига Сатексман пустил по другому маршруту, и если это был вопрос, вот есть ли когда-то закрывать улицы Тербота, что там с этим делать, можно просто сидеть около стола, об этом думать, а можно сделать эксперимент, и видно там за полчаса кто-то придумал уже по другому маршруту пустить тот же троллейбус, и оказалось, что это возможно, не надо там два месяца думать и делать какие-то дорогие там исследования, а можно просто экспериментировать. Ну, вот из критики и претензий людей, я так их сейчас комплексно, чтобы время сэкономить, это да, это по поводу троллейбуса, что, ну, странная пешеходная улица, по которой ездит троллейбус вместе с тем. Далее, это улица Терботес, это улица, на которой брусчатка, и так или иначе коляска или даже велосипед с там тонкими шинами, да, это уже так себе. Дальше, почему этот эксперимент вообще проводить зимой, какой смысл, потому что, ну, и результат, понятно, сразу, что он будет ниже, и предприниматели, которые могли бы вот эти поп-ап, да, летние кафе устроить, тоже возможностей у них нету, и, ну, и просто это зима, да, погода другая. И четвертое, это люди, которые живут, как им просто добираться до дома, если они на машине, например. Так, по порядку. Ну, давайте по порядку, про троллейбус уже в двух словах сказали. Про общественный транспорт, ну, для Риги это, да, тоже незнакомо и непонятно, и как это будет, и всем было хорошо, нормально. Просто троллейбус ехал медленно. Надо было выходной день, и после Нового года, если это будет будний день, все будет иначе. Ну, в будний день тогда там было бы гораздо меньше народу, потому что люди работают, работают. Так что это возможно, это возможно и в других городах мира. Если кто ездил, все знают, что, да, есть улицы, которые пешеходные, но там и тромаи ходят, и все нормально. Просто тромаи тогда едет медленно, и никаких проблем. Да, надо привыкнуть, надо смотреть там с открытыми глазами, если там по рельсам ходишь. Будет вот улица Барона, тогда посмотрим, что с людьми и тромаями, как там переходить улицу и так далее. И увидим, опять же, в эксперименте увидим, а не будем там на бумаге это думать, как это так. Потом дальше. Ну, брусчатка, скажем. Да, это было мое большое опустение, потому что я очень не люблю улицу Тайрботас, когда мне приходится по ней на велосипеде ехать, потому что приходится ехать по тротуару, который тоже там очень даже неровный. Там бар, наверное, в принципе, остальные. И сама брусчатка на улице, когда вот в будний день едешь, там парковка потом и две полосы для машин, и тогда приходится по очень неровной брусчатке ехать, а когда сейчас машин там не было, оказалось, что там есть сама середина очень даже гладкая, там и дети на маленьких там своих велосипедах и были, которые, кто на самокатах там катались, и мамы с колясками ходили, даже эта середина улицы там даже в лучшем состоянии, чем тротуар. Так что, да, это для меня тоже было открытие, и которое я бы там в кабинете не сделал, и в любой другой день там, ну, так не пройдешься посередине улицы, не посмотришь. Сейчас вот запомнил нам, у нас осталось про зиму и про люди, которые живут. Мы сейчас привнемся буквально одну минуту, и вот про эти два пункта еще поговорим. Продолжается разворот, у нас в гостях глава движения «Город для людей» Марис Йоновс, мы говорим про эксперимент по закрытию для автомобилистов улицы Тербатес, участка улицы Тербатес, и вот про мнение скептиков и критику, прозвучавшую в отношении этого эксперимента, в частности, говорим, да, по поводу двух вещей вы уже сказали, вот брусчатки и троллейбуса, есть еще две вещи, на которые указывают критики, это, значит, зачем это делать зимой, во-первых, почему сейчас решили это сделать, ведь летом это было бы более эффективно, наглядно и просто полезно. зимой, потому что, ну, куча железа не отходя от кассы, идея была, ее можно было сделать, и лучше сделать сейчас, набирать опыт сейчас, чтобы уже потом быстрее прийти к какому-то результату, и то, что люди, пришедшие туда, доказали, что это нужно и можно, это гораздо ценнее теперь, когда это сделали в январе, чем если бы это сделали, не знаю, там, в юне, в мае, когда тепло, когда, ну, там, а, ну, все равно, ну, сделали, тогда все равно критика бы осталась, без нее никак. Конечно. А сейчас, ну, тем, которые критикуют, ну, тоже, ну, немножко под другой взгляд, когда они видят, что, да, люди пришли, они там ходили, и там ничего не было, не было какой-то специальной ярмарки, не было концертов, люди пришли на улицу. И если делать пешеходную улицу, то лучше делать такую пешеходную улицу, которая способна быть без каких-то особых мероприятий. Если там иначе сделать, там улица, которая вот только живет на мероприятиях, и тогда нужно мероприятие каждый день, каждую неделю и так далее, и так далее, это искусственно как-то поддерживать. А тут вот улица Тербатс доказала, что ее не надо даже искусственно поддерживать, ее надо просто отдать людям, они, они, вот... Не, ну, сделаем скидку на то, что это был один день, поэтому еще это привлекло внимание. Я думаю, если бы это было неделю, уже к концу недели интерес, наверное, был бы чуть повеньше. Каждый день, конечно, там бы не было таких потоков, потому что, да, выходные и будни различаются, и пока что даже никто, думаю, что не собирается и не готов просто так закрыть на всю неделю. И, наверное, это сейчас, это не нужно. И, ну, надо идти шагами немножко вперед, чтобы уже потом уже приходили бизнесмены, говорили, слушайте, почему только раз в месяц? Мы хотим каждую выходные, потому что... Ну, как видим, да, это делает. Ну, на выходных, да, поднимается бизнес, и мы хотим заработать каждую неделю, а не раз в месяц, а потом они могут, может, и придут, скажут, а почему только там каждую неделю, может, там уже на все лето, когда там школа не работает, когда не надо там детей подвозить, и так далее, и так понемножку, понемножку, а сразу там бежать вперед-поперед коляски не надо. Но вы думаете, что вот как в Вильнюсе с проспектом Гедемина, да, они так делают? Каждый выходной закрывается, и закрывается каждый вечер. Это тоже вариант для улицы Тербатес, потому что сам хожу там на велосипеде, езжу на машине, езжу на троллейбусе, нет, может там лет 15 назад ехал там на троллейбусе, он очень медленный там. И, конечно, тем, которые там есть, им заметно, что школы делают там очень большой поток машин, и можно, конечно, там запретить, и это якобы хорошо, но пока что мы не готовы. Но, да, и последнее, что посоветуете людям, которые живут там, вот они живут, могут подъехать на машине, припарковаться, на выходные, получается, вариантов нет? Город-центр должен зарабатывать деньги для города, с туристов, иностранных, с туристов, местных, даже с тех, которые приезжают с окраины, чтобы походить по центру, походить по магазинам, посмотреть на архитектуру и так далее. И парковочные места, в принципе, это очень нехороший способ, как использовать недвижимость города, общественные пространства. Так что, да, тем, которые живут в центре, надо считаться, что с машиной там будет все труднее. Либо это будут, не знаю, такие запреты, как в Остал, что вообще без машин, либо как-нибудь там, не знаю, поднимут цены парковок понемножку, уменьшат там парковки и так далее. Но это неизбежно, что это случится, и, конечно, надо как-то какой-то баланс найти, чтобы бизнесы приходили обратно, чтобы люди могли получить продовольствие и купить, или то, что им нужно, получить услуги, не садясь в машину, чтобы не надо было ехать в торговый центр. Раньше центр был живой, сейчас, в принципе, уже очень мало, которые магазины остались в центре. И надо это развернуть, и это очень длинный, непростой процесс. Сейчас, может, там с улицы Тарбота немножко перестарались, но непонятно, насколько эта проблема была большая. Там дворов не очень-то много, так что частные парковки не так были затруднены. А публичное пространство, оно публичное пространство. Ну, есть, да. И тогда там не очень понятно, вот я хочу, это моя частная парковка, нет, это публичное пространство. Сейчас перестарались и не пускали в дворы и из дворов. Может быть, это был перебор, но посмотрим, это было непонятно. Я не знаю, как там будет дальше с улицы и Блауманья. Нет, я хотел сказать, впереди Блауманья и Барона. Потому что Блауманья там, это тоже не такая большая проблема. На Барона уже там есть большие платные парковки, которые частные парковки, это частный бизнес, и к ним тогда надо обеспечить доступ. Так что эти эксперименты нужны. И нужны, конечно, и комментарии от тех, которые там живут. Не знаю, пусть пишут в Руссо-Вережской думе или обращаются к нам в город для людей, или там в общество центра, развитие центра. И пусть не молчат, пусть там не держат это в себе, пусть разговаривают, да, и там приходят, и на месте там ловят, не знаю, мэра города или директора департамента сольщины. Но если коротко, вам кажется, что если брать центр города лучше всего подходит для роли пешеходной именно Терботос или другие какие-то улицы? Терботос меня очень приятно удивило. Да. Вообще-то там даже в любой день якобы улица Барона, она живее, потому что трамвай провозит, там сколько-то миллионов людей каждую неделю или каждый день. Надо смотреть. Сейчас эти первые три улицы, понятно, что там Блауманя, она и так спокойная. Вы рассматриваете эту часть города, не берем, например, там Базница с улицу или Сколос, тот район? Вот, а дальше уже ждем предложения, потому что мэр города пообещал, что вот по крайней мере там полгода будем экспериментировать с разными улицами. Сейчас первые три понятно, что вот Терботос, Блауманя, Барона, а дальше еще нет. Дальше там думаем, может быть там дальше посмотреть улицу Мера или какой-то участок улицы Зирнова, который там за Валдемара. Или, может быть, вот, как вы сказали, Сколос, там общественного транспорта нет. Да, и вообще она уже такая достаточно пешеходная. И так что вот у вас уже идеи, те, которые приходили, у них тоже идеи, те, которые пишут в интернете там какие-то комментарии, у них тоже идеи. А почему нету? А почему нету? А почему вот так не сделать? Эксперимент пошел, и понятно, что вот идей, как сделать лучше или как сделать иначе, их очень много, и их гораздо больше, чем тех комментариев, что а почему это надо, или зачем, или лучше не делать. Так что, да, жители Риги меня тоже удивили. Приятно, что люди хотят, и мы гораздо готовее к этому, чем, наверное, лет 5 или 10 назад. Так, время у нас очень быстро идет. Давайте, вы, город для людей, я видел, что вы в своем фейсбуке подводили итоги года тоже. Ну, мы встретили Новый год, и вы подводили итоги как со знаком плюс, так и со знаком минус. Да. И там система такая, что вы предлагали читателям, ну, лайками, как это обычно бывает, да. Я просто посмотрел вчера буквально, что там лидирует. В лучшем событии года лидирует посадка деревьев на все той же терботес. Ну, там… Я еще не смотрел, так что вы… Да, следующее вообще событие, которое, честно говоря, прошло мимо меня, это облагораживание тротуара на улице Дзирнову возле отеля… Да, частное. …AC, да, это называется отель АЦ. И также, что тоже интересно, вот мне показалось, кажется, на третьем месте это был отказ от проекта трамвая в район Сканстас. Ну, вот с трамваем так тоже интересно, потому что почему отказ вызывает такую поддержку? Ведь, казалось бы, это тоже развитие… Ну, там, наверное, три большие группы… Ну, кладбище. Да, одно кладбище, другое там каштаны на улице Перновас. И третье просто люди, которые понимают, что это был бы очень-очень невыгодный вклад городских денег и европейских денег в том числе. Я в той группе, которая больше волновалась про вклад городских денег, очень большой вклад, и мы бы не получили те хорошие картинки, которые там рисовали, как там будут там велодороги тоже, и пешеходам будет лучше и так далее. Это все не входило в проект. Это было бы еще дополнительные вклады, и так уже там Европа давало 70 миллионов, но надо было еще, еще, еще с города, там еще, наверное, миллионов 100-150, еще больше там вложить в место, где оно может развиваться по-другому. Оно может развиваться по-другому, и никто вообще не смотрел другие варианты развития, потому что почему-то там пихали там трамвай, и сделаем трамвай, и сразу все будет лучше. А вы что думали? По тем же бумагам, которые подавались в ЦФЛА, и дальше было понятно, что трамвай не жизнеспособен, он будет все время высасывать деньги из бюджета, потому что, чтобы пустить эти трамвай, которые пустые будут там кататься лет 20 еще, пока город там построится, это все время надо за это платить. Если надо пустить общественный транспорт, то там можно гораздо дешевле сделать коридор общественного транспорта по сканству, если хочется что-то инновативное и очень много денег, то там лучше тогда вообще сделать беспилотные какие-то там трамвайчики маленькие, которые туда-сюда бегают, или есть возможности это сделать по-другому, а не просто купить дорогие трамвай, которые оказываются, ну на котором кто-то там зарабатывает нехорошим способом, и потом город должен платить за то, что эти трамвай туда-сюда бегают, пушты их ремонтировать, платить зарплаты водителям и так далее. Водителей все равно не хватает. И трамвай, да, гораздо лучше было бы пустить куда-то в другие направления в Риге. Увы, это не случилось, но эти деньги пошли на гораздо лучшее пользу, да, они будут переносить лучшие пользы, и город, в принципе, отказавшийся от проекта трамвай из Канстес, город сэкономил очень-очень-очень много времени, очень много денег, очень много человеческих ресурсов на то, чтобы сейчас заниматься проблемами, которыми действительно надо заниматься. Мосты? Да, мосты – это больная тема. Среди самых печальных событий года в лидерах на вчерашний день – вырубка деревьев. Вот интересно, что среди лучших событий – это посадка деревьев, среди печальных – вырубка. Фонтан, ну это, наверное, просто сейчас последняя громкая тема, верманский сад, тоже, если успеем, в двух словах поговорим, и кнопки, или нано-кнопки, как называют, кнопки освещения на остановке, да, тоже довольно громкая история. Про деревья, вот видите, как получается, вырубка и посадка среди наиболее таких привлекающих внимания. У нас действительно очень большая проблема с этим? Да, это наболевшая проблема, очень наболевшая. Ну, для тех, кто живут еще в городе, которые любят этот город, они понимают, ну, смотря на улицу, какая она серая и унылая, даже летом, если там в некоторых частях можно подождать весны, тогда деревья цветут, и листья, и становятся лучше, то есть много-много мест, которые все, становится все хуже. Та же улица Тербатес, вот сейчас участок, который был отдан пешеходам, там только три дерева за все 650 метров, а раньше было, было не гораздо больше, но было больше. А дальше улицы продолжаются, там деревья с обоих сторон, и совсем, в принципе, другое чувство, да. Ну, у нас больше деревьев, но вот этих пересекающих на Ставу, насколько я помню, еще много, на Бру не было. Кажется, что больше, но если там спокойно пройтись, то видно, что они срубаются, срубаются, потому что, да, эта инфраструктура, она стареет, ее надо возобновлять как трубы, как кабеля, как покрытие улиц, надо в это вкладывать все время, за этой инфраструктурой присматривать, и это не делалось очень-очень большое время, и да, деревья пропадают, люди хотят деревья, и не только в центре города, но и в окрестностях, и микрорайонах хотят. Ну вот, я так понимаю, что все-таки, если говорить про микрорайоны, тоже есть несколько громких историй, я, например, мой родной район, это Межцемс, я там вырос, и в этом году тоже была история с намерениями застройщика вырубить деревья, и жители скооперировались, и, ну, остановили, нельзя сказать, приостановили, было собрано беспрецедентное количество подписей, ну, вы слышали, наверное, эту историю. Все-таки, значит, есть какой-то… Ну, там бы дьяк мы приостановили, а потом все равно, что там что-то… Ну, посмотрим, но это… Есть какой-то рычаг у, значит, общих, ну, у жителей все-таки, они могут повлиять как-то? Могут, могут, и это нужно делать, и это хорошо, что это делается, не всегда там… Ну, эта тема настолько наболела, что сказать кому-то, что тут будут рубить деревья, и сразу народ поднимается, и все идут там, собирают подписи, и иногда это, ну, не в пользу города, и не в пользу самих жителей. Почему? Очень много примеров, где кто-то хочет что-то нужное для города, для самих жителей построить, и это, ну, затягивается очень-очень долго там процесс там пройти, там, потому что понятно, что там уже по всем бумагам тут должна быть застройка. Вы пример какой-нибудь сейчас помните, вот просто свежего? Есть что-нибудь? Много, тут те же самые все в микрорайонах, где сейчас магазины строятся, жилые дома строятся, городу нужны, нужны люди, людям нужно жилое пространство. Да, но количество магазинов… Кто-то купил квартиру в доме около там, вот у меня там эти там деревья есть, вот я хочу всю жизнь на это смотреть, но это территория, может быть, там человек не посмотрел, покупая квартиру, что там не будет там леса, там площадь для застройки, она должна застраиваться, чтобы люди платили налоги за недвижимость, чтобы, ну, город развивался. Но баланс надо найти, не надо позволять там врубить все, что попало, и начистое, и потом оставлять пустые поля. Но городская политика, в принципе, у нас вот такая, что чтобы даже посадить дерево там, это еще труднее, чем срубить, а парковку обязательно надо делать. Если бы даже застройщик хочет посадить дерево, это ему трудно, а парковку ему навязывают, даже если она не нужна, и если это поменять, то тенденция, наверное, пойдет в другую сторону, потому что, по крайней мере, те, которые строят жилую площадь, они знают, что люди хотят жить в зеленой среде, они хотят деревья, они с удовольствием бы их садили больше на частных участках, и тогда уже город понемножку с той стороны стал зеленее. Если еще город сам проактивно уличное пространство озеленял, ну, люди бы могли спокойнее на это все смотреть и рационально, но сейчас это настолько наболело, что рационального такого диалога, ну, он почти невозможно. Если говорить о магазинах, вот вы упомянули, что они нужны, но для нашего города в данный момент, если говорить о тенденции, количество магазинов и торговых центров и планы, они вообще адекватные, как вам кажется? С одной стороны, если смотреть на цифры, что количество людей в Ригу уменьшается, там все переезжают на окраины, конечно, магазины за ними, но с другой стороны, видна есть тенденция, что бизнесмены вкладывают деньги, обратно вкладывают в центр, застраивают в центр, открываются не только там, сейчас там открывались много маленьких магазинчиков, которые принадлежат большим сетям, они все равно смотрят, что можно взять в центре, так, ну, так, может сейчас они на этом не заработают, но они делают вклад в будущее, и это такой же вклад делают те, которые открывают все новые и новые гостиницы, которые сейчас, они еще пустые, но они открывают с надеждой на будущее, я думаю, что это надежда обоснована на приходе Реал Балтика, которые не так уж давно сказали, что это будет, мы будем это делать, потому что до того даже мэр города говорил, что лучше не надо, может не будет, но как сказали, что будет, подписали контракт, и так видно, что центр города начал по-другому немножко жить, видно, что большие здания строятся, сейчас вот микроавтобусы ушли из исторического места на Эл-Изабет и Сатекласс, там будет строиться офисное здание Орегол, тут сейчас будут открывать новые офисные здания и перестраивать магазин, так что тенденции со стороны бизнеса есть, и если они посчитали, что это выгодно, то ну и городу со своей стороны надо, наверное, признать, что надо вкладывать в центр города. Давайте звонок при наушнике наденьте, да, слушаем вас, коротко попросим. По поводу растений, смотрите, для застройщика простая бытовая хитрость, семейца кипаритовые, то есть мы жевельники, твы, это не дерево, это куст, ты сажаешь шоу, он растет по 25 сантиметров в год, если он правильный саженец, и вырастает до 12 метров, не нужно никаких разрешений на то, чтобы посадить куст. Дерево, да, а куст нет. Поняли вас, лайфхак это называется. Да-да, ну хитрости разные, но да, по 25 сантиметров в год там из куста, чтобы что-то выросло, это долго, а квартиру продать надо сейчас. У нас вот эта история с катками на бары, она показала. Мы, город для людей, мы посадили там восьмиметровые липы, и да, те же самые застройщики не смотрят. Мы бы тоже хотели такие около своих домов садить, но оказывается, оказывается, что им нельзя, потому что там на своей частной собственности им нельзя садить деревья, потому что вот там труба к их дому подходит, это их частная труба, но вот по городу там всякие правила и так далее, они сами даже не могут посадить. Хорошо, вы вот наверняка в курсе тоже еще одного процесса, который к нам пришел там сколько-то лет назад, это гентрификация так называемая, освоение заброшенных зданий. У нас появилось тоже очень много таких активистов, ририга в первую очередь. Да-да, мы в одном из них, их домов, да. Ну вот, да, как вообще вот на это смотрите, то есть с одной стороны это, конечно, безусловно, позитивно, у нас очень много заброшенных зданий, таким образом освоено целый квартал и выросли, таллинский замечательный квартал. С другой стороны, как бы так получается тоже, что с исторической перспективы у нас были какие-то заводы, какие-то, да, ну, какие-то там индустриальные здания, которые что-то производили, вот или созидали, а появились такие культурно-увеселительные заведения. Как вообще вы на эту тенденцию смотрите в Риге? Это очень хорошая тенденция, в Риге она как-то, ну, не всегда, но так здорово развивается сама по себе, как-то вот сама по себе, активисты находят здание, потом приглашают там художников, каких-то маленьких, маленькие бизнесы, сейчас очень много IT-бизнесов, которым интересно быть в интересных помещениях, и это помогает их бизнесу, потому что вот там картинки лучше получаются, если кто-то приезжает там в гости из Силиконовой долины, там интересно, классное здание, что-то было, там можно поговорить, это не какой-то там, а опять там какой-то новый офис безликий. Так что это очень хорошая тенденция, и так в принципе город должен развиваться, разве что у нас сейчас вот этих забрашенных помещений там больше, чем в нормальном городе, который там развивался там, ну, постоянно. Так что надо еще, ну, надо немножко там в спринт побегать, а потом уже можно понемножку этот процесс смотреть, может быть надо будет там контролировать больше, чтобы остались какие-то места в городе, помещения, которые были ей по доступным ценам для начинающих предпринимателей, для художников, для, чтобы, ну, осталось это компонент в разных местах, чтобы не надо там все сначала были в Андрея Сала, потом все там переместились на Мейер, потом уже сейчас вытеснили, чтобы, ну, так кварталами не перемещаться, кварталы тоже нужны, но надо что-то в каждой части города что-то оставить, чтобы были старые здания, новые здания, здания, которые подешевле, здания, которые подороже, чтобы не было там каких-то кварталов, в которых вот только все дорогое, только все закрытыми окнами, дверями, потому что вот не приходите к нам, а чтобы был город, ну, живой. Последнее у нас пара минут буквально остается, летом у нас завершилась эпоха Ушакова, так называемая, она 10 лет продлилась, когда кресло мэра выседал Нил Ушаков, теперь он в Европарламенте, чем по-вашему вот эта эпоха теперь уже так время прошло, может быть, немножко устаканилась, чем она запомнилась, чем она запомнится, чем она важна. Что за это время было сделано для города и не сделано тоже? Не сделано очень много. Про то, что сделано, мэр хорошо подловил то, что в Риге живут очень много людей, которые сюда поселились во время Советского Союза, у них нету загородных там имуществ, там родных, которым поехать на праздники и то, что начали делать праздники в городе, чтобы горожане могли бы выйти и тут праздновать, это, наверное, лучше, это то, что надо развивать и продолжать. И не только в центре города, все на набережной, а и в окраинах в том числе, чтобы люди на праздники не уезжали из города, чтобы они тут оставались и даже местные из Латвии приезжали в Ригу праздновать. Марис, со всеми остаются времени, а что главное не сделано? Одним буквально предложением. Ну, не сделано это, да, городская инфраструктура, мосты, все, что очень трудно, очень, да. Спасибо большое. Глава движения города людей Марис Ионас был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...